Я попросил Александра Евгеньевича заведеться с ним сегодня, поскольку вы боитесь, что вы забудете, как я выгляжу. Это крайне важно. У меня опыт такой есть. В свое время, значит, не посвящая там некоторые занятия, где надо было сдавать зачет. Значит, зачет тот, кто принимал усилную, так сказать, оценивал видов, он научил определение, знают его мнение. Это долгая группа. Я уже сдавал. Я во своих коллег выяснил, как выглядит. Преподавателем выяснилось, что он лысый и с усами. Я сюда захожу, там действительно два с усами. Но лысый только один, к счастью. Я к нему и все там, все получилось. С чувством глубокого удовлетворения ушел. Так что, как выглядит, нужно знать. Так. Теперь на чем мы заботимся? Обвращение электромагнитной энергии в сердце дисперсии. Я помню, что закончили не на этом. Закончили на том, что я говорил, что девушки это совершенно другие существа. Правильно? Да, правильно. Да, говорили я так. Что действительно они другие существа и что юношам нужно это помнить, всегда и знать. А девушкам нужно, значит, соответствовать этому. Помню о том, что юноши все сделают, что можно, взглядели в танк, если они будут действительно этому соответствовать. И нужно девушкам, конечно, пророчить нарушить даже другие существа. Так, они действительно все сделают, но им нужно обращать разные слабости. Одна из них у многих это любимая работа, там, другие, там, спорт или, там, какие-то еще хобби. Так, что вот на этом мы просто раздействуем. Рассматриваем мы с вами, значит, во-первых, соотношение правильного сакроника закончилось. Это, ну, на мой взгляд, чрезвычайно красивые соотношения, удивительность. Потому что никому, наверное, в голову не придет, что здесь. Что если написать там... Если написать соотношение спецоприща, скажем, либо гипотеметрической поляризации, то это вызывает поляризацию. Вот в этом соотношении, и в нем у членов уничтен принцип причинности, то, значит, зато мне, конечно, оба сказать, что мы уехаем, возьмем вот это, и что только кажется, если рассматривать ее еще как функцию комплексного логенера, то, значит, я не понимаю, если я не рассматриваю комплексную плоскость, то она, кажется, там аналитической функцией верхней полуфлоскости, а отсюда будет выникать, что в этой комплексной функции, в этой существенной небольшой части, кажется, связанной друг к другу. Так что вот это то, что выникает действительно из принципов причин Альфа-штрих 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 Альфа-штрих, Альфа-штрих 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 Альфа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 тепло, выделяющееся в средне. Правда, тепло это будет как раз средне. Давайте уберем. Вот это ТТ. ТТ будет равно минус ДА по ДС. Так, это будет минус интеграм, бёдно АТСТ, Ген АТСТ. Так, вот так. Так, а тепло, выделяющееся в средне, это будет среднее по периоду. Ну, если периодическое поле, по периоду. То есть, если поле все равно меняется, то по характерному масштабу изменяется. То есть, это будет среднее. ТТ, значит, это будет минус. Среднее минус интеграм, от ТТ. Я написал много одинаковых формул, фактически, так сказать, по коже. Но и код это окончательное, который передал свой код. Мы должны вот теперь отсюда выявить то, что связано со средой, и то, что связано, так сказать, с полями собственно. Ну, вот здесь одно поле есть, а также стоят сторонние источники. Так вот, сторонние источники поля однозначно связаны с полями. Мы можем либо поля выразить через сторонние источники поля, либо мне будет удобнее выразить сторонние источники через те поля, которые эти сторонние источники создают. Эти поля выделяются, конечно, уравнением максимума. Поэтому я должен написать уравнение Максвелла. Из этих уравнений я могу найти те поля, которые создают вот эти здоровые поля. Подставить сюда. У меня будет выражение с полями и через уравнение Максвелла и замыкающие их на деревянном уравнении войдут характеристики. Так что все понятно, что я хочу сделать. Давайте возьмем уравнение Максвелла в форме V, V, E, H, D. И наиболее наглядное может быть здесь. Так вот и третье уравнение. Дивергенция D на 4 и 0, уравнение M на 4 и 0. 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 И материальное уравнение в общем виде давайте напишем D и T равно интеграла от минус бесконечности интеграла по D Эпсилон от T' T' E' от T' Т' Т' Соответственно B если написать материальное уравнение для описывающей магнитной прогрелизации как B H тогда войдет вместо электричной проницаемости магнитной проницаемости здесь будет B от T' прогрелы интегралы под минус бесконечности до T' интеграл от T' здесь будет магнитная проницаемость U' от T' 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 из-за от T' от T' . Подставить сюда будет выражение, содержащее пара и характеристические среды, которые будут здесь зацениваться. У нас будет выражение, в котором мы пытаемся это все дело разделить, все понятно. Все очень просто. Так, давайте подставляем. Прежде всего подставляем. Пьет ноль. Вот отсюда. Давайте возьмем. Пьет ноль. Пьет ноль. Пьет ноль равно чему? С на 4π, ну и там то, что получится. Будет С минус. С на 4π, давайте я пока выделю это все так. Так, минус. Здесь будет, ну вот, среднее значение. Среднее, вот, инфа, значит, у нас по времени. Так, вот это перемен. Среднее по времени. Так, дальше. Тогда будет что такое? Вот так. С на 4π. Е на рот на рот. Е на рот на рот. Так. А, интеграл еще, да? Е на рот. Э на рот. Э на рот. Э на рот. Верно рот на рот. Дальше будет С минусом. Д с минусом. Е на рот. Е на 4π. А, 4π на С я выделю. Тогда е делится на С. Здесь еще. Е на дт по дт. Е на дт по дт. На т.е. на т.е. по всему объем. Вот так. Теперь что? Теперь вот это выражение мне нужно преобразовать. Давайте преобразую. Для этого я рассмотрю дивергенцию E на H векторном произведении E на H. Дивергенция E на H – это скалярное произведение оператора НАПЛО на E на H. Оператор НАПЛО дифференциальный, поэтому на произведении двух функций он действует сначала на одно, а потом НАПЛО действующее на H – E на H. Плюс НАПЛО действующее на H – E на H. Теперь можно расставить всё как надо, так чтобы та функция, на которой действует дифференциальный оператор, стояла после него, а остальные функции стояли перед ним, чтобы оператор на них не действовал. Это легко сделать, поскольку здесь смешанное произведение векторов. Можно совершать циклическую перестановку. В первом случае совершаем циклическую перестановку. Авт придёт сюда, а здесь будет НАПЛО действующий на H – E на H. Ну вот значок у НАПЛО можно убрать, потому что он всё равно действует только на E. Так, значит дальше. Второе слагаем. Ну здесь нужно переставить так, чтобы НАПЛО действовало на H. Ну для этого достаточно совершить циклическую перестановку в обратном направлении. Тогда E выйдет, а здесь будет H на H. То есть здесь будет H, ну вот так, H на H. А здесь будет E, ну вот так, вот так, куда его поставить? А H, а здесь будет E. Только E слева? Что? Слева Е. Да не важно, как поставить, поскольку вот я после того, как поставил так НАПЛО, у меня всё равно действует только на H. Я теперь должен поставить НАПЛО перед H. Да? Значит вот это можно заменить на E. Переставим, чтобы оно не мучилось здесь, не мешало нам. А здесь будет НАПЛО действующая на H. Вот так. Но тогда мы должны поставить знак минус, поскольку мы будем вектором произведении в характере. Так что вот здесь будет минус, минус E на НАПЛО действующая на H. Ну а теперь видно, что это H. РОТОР Е. Минус E на РОТОР H. Так. Вот я хочу следовать, что вот здесь у нас раз E на РОТОР H. Вот оно у нас возникло. Так. У нас вот H на РОТОР Е. Давайте я, кстати, РОТОР Е заменю с помощью вот этого уроки. Это есть минус, значит, минус E на РОТОР H. Так. H на РОТОР H. Отчего откуда работает? На ДВ на ДТ. H на ДВ на ДТ. Минус E на РОТОР H. Вот, вообще-то говоря, почти что тождество. Тождество было вот здесь. А здесь мы еще воспользовались уравнением максимума и написали вот здесь. Вот мы получили вот такое соотношение. Отсюда E на РОТОР H, то, которое стоит у нас вот здесь, может быть записано как минус дивергенции E на H, так, значит, минус дивергенции E на H и минус, минус делиться на С, H и ДВ на ДТ. Так, значит, это дивергенция E на H, так. Отставляем сюда это все. Отставляем. Минус и минус дивергенция уйдет, и минус дивергенция уйдет, останется среднее значение. Так, вот среднее значение интеграфа С на 4B, дивергенция G на H. Дивергенция G на H в этом произведении. Так, D, R, по объему, занятому нашими болями. Так, дальше следующее. Минус опять уйдет, так, поскольку вот это будет равно минус единица на С на H на ДВ на ДТ. Ну и С можно сократить, тогда останется плюс единица на 4B. Так, значит, среднее значение здесь будет интеграф, значит, H на ДВ на ДТ. Так, дальше вот это тоже с плюсом будет, единица на 4B, плюс единица на 4B, интеграф E на ДД ДТ. Ну и среднее значение по времени, ну по характерному масштабу изменения времени. или если периодически понят, то просто по 3B. Так что вот у нас правило. Вот это выделяющееся в среде тепло под действием термогнитных полей. Вот оно. Мы видим, что это тепло содержит 4, 3 вклада разных. Первое, вот это. Значит, этот вклад может быть записан как интеграф, значит, С на 4B на H. Если от интеграла, от дивергенции по объему перейти к поверхностному интегралу, ограничивающему вот этот объем интегрирования в том интеграле, который выглядит. Так, здесь интеграл по поверхности, ограничивающий этот объем интегрирования. Так, ну, может, мне очень хорошо С. Давайте синий напишем. Синий напишем по поверхности. ТС. Так. Вот этот интеграл. Так. Среднее измечение. Ну, лучше сюда поставить. Так. Теперь дальше. Вот это. Этот интеграл представляет собой что? Это поток некоторого вектора, втекающего или, соответственно, вытекающего через ту поверхность, по которой берется интегрирование. Потому что вот это вектор, а это, значит, интегрирование по поверхности нормальной поверхности компоненты. Это поток этого вектора. Вот эта величина, она известна. Это поток электромагнитной энергии, который втекает или вытекает в наш объем. Так. Объем интегрирования, вот эта поверхность СВ, это то, что, так сказать, втекает в этот объем. Та электромагнитная энергия, которая втекает в этот объем. Так. Так. Дальше стоит вот эта величина и вот эта. Они очень похожи. И это есть просто то тепло, которое выделяется в среде под действием магнитной поляризации и электрической поляризации. Поэтому вот это, это есть некая кубка H плюс некая кубка H за счет электрической поляризации. Они совершенно одинаковые. Материальные уравнения, связывающие B с H и D с E, они, вообще-то говоря, похожи. Отличаются тем, что в одном случае с них электрическая проницаемость, в втором случае магнитная проницаемость. Ну и, соответственно, E заменяется на H, D меняется на B. Так что, поэтому вот эти два члена совершенно похожи. Можно рассмотреть один из них, а второй, так сказать, написать. А вот это, это то, что не выделяется в среде, а то, что в нее втекает. Поэтому, если мы интересуемся теплом... Так, давайте я вот это тоже обозначу. Плотность потока и электромагнитная энергия, текающая. Плотность потока и электромагнитная энергия. Так, в данном случае плотность потока и электромагнитная энергия. Так, так что у нас есть вот эти две величины, которые мы и должны рассматривать. Ну, поскольку они одинаковые, то рассмотрим одну из них. Я буду рассматривать вот эту... То, что связано с эллимпической поляризацией, QE. Значит, единица на 4I, интеграл по объему среднего значения E. D, 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 D. Так, и вот по объему среднего значения E. По объему занятому поляризацией, то есть, соответственно, среднего значения E. Так. Ну, и давайте будем рассматривать простой случай, когда периодические поляризации. Геополя меняется по-другому. Не периодически, но мы можем всегда разложить интегровку E. Отдельно посмотреть компоненты, потом, так сказать, собрать это всё. Ну, удобнее нам для нас, конечно, посмотреть сразу периодически. Пусть у меня поля меняются периодически можно. То есть, E от D, D. Я, как обычно, перейду в комплексный амплитуд. E от O. E в степени минусы, а не косы. Так. Ну вот это будет амплитуда поля с частотой омега, амплитуда поля с частотой омега. Чтобы отличать просто от той амплитуды Е от РТ, вот у нас здесь вот Е от РТ. Е от РТ это вообще исчезти при поле у нас, а здесь Е от РТ. Так, теперь что мы должны подставить вот в эти выражения? Ну соответственно точно так же будет меняться Д, конечно. Д от РТ будет меняться точно так же. Д от РТ будет меняться точно так же. Подставить эти поля вот туда прям? Да нет, выразить наверное. Через что? Ну Е через, да. Ну подставить, а потом выразить. Почему нам удобно вот такими комплексными выражениями пользоваться? за периодически. Скажем правильно, почему мне пишут косинус и синусы? Чтоб нам не написать, что Е от РТ омега на косинус Омега и Т и все. Это конечно да, просто можно сделать и все до конца проводить. Это будет не очень удобно, потому что у нас во многих случаях там элемент играл один, так сказать, или производная первая стоит. Когда дифференцирует косинус или там синус, мы получим другую фугу. То есть происходит на косинус и синус. А от синус и косинус. Поэтому нам удобно вот с такими экспонентами работать. Соответственно с комплексами мы им придумываем. В этом никакой беды нет до тех пор, пока мы работаем с линейными выражениями и преобразованием. Уравнение у нас линейное, материальное уравнение тоже линейное. Преобразование, которое мы проводим чаще всего линейное. Поэтому в комплексном числе, вещественные линейные части, комплексное число это сумма двух. Они преобразуются совершенно одинаково. И поэтому, если мы от результата возьмем, договоримся, что результат будет вещественная часть, она будет точно такой же, с кем мы с самого начала работаем с вещественными линейными. Обычно так и договорились. Может с таким же успехом договориться, что физический смысл будет линейные части. А у нас Е это внешнее поле? Так значит, что? Е это внешнее поле? Это то поле, которое есть в среде. Что понимаете по внешнему? Нет. Вначале мы сказали, что мы придаем системе энергию, чтобы там… Да. А потом я сказал, что устанавливается в согласованное поле и движение частицы. Так вот это то поле, которое мы видим в среде. То макроскопическое и эритрическое поле, которое мы в среде имеем в виду. Вот это то, что у нас. Внешне это тогда тоже рассматривает границу, как оно туда перешло или еще что-то. У нас нет другого. У нас есть вот мы, так сказать, глакоскопическое поле действие. Так, так вот, здесь само выражение для вот этого тепла, подвращаемого в среде электрической поле, оно на самом деле не линейно по характеристике поля. То есть Е и Д в поле. То есть квадратные характеристики поля. Поэтому сюда мы должны представлять вообще-то для реальной физической поля. Если мы хотим, чтобы наше окончательное выражение выражалось через вот эти комплексные амплитуды, к которым мы привыкли к работе. Так, итак, а уровень анимации потом превращается в логгероническое уравнение. И вот эти уравнения становятся простыми для комплексных амплитуд. Для этого комплексная амплитуда нам во многом удобнее. Поэтому и здесь удобно выберите. Но вот сюда-то мы должны подставить тепла, которые имеют реальный физический смысл. Реальный физический смысл, мы договорили, что имеет вещественные функции, вещественные части ВД. Поэтому вот здесь мы должны подставить вот это ЕОТЛОМЕГА, то, которое у нас в нашей форме входит, оно через ВД выражается как? Это есть одна, это есть вещественная часть вот этого ЕОТЛОМЕГА, ЕОТЛОМЕГА, ЕВ степени минус ИОМЕГА, Т плюс Е в степени вещества, Омега, комплексно сопряжённые, Е в степени И, Омега. То есть сама функция плюс комплексно сопряжённая и держа в определённой потолке. Это и есть вещественные части. И вот здесь Д, которая стоит вот здесь, оно тоже должно быть взято в виде вещественной части, этого выражения через комплексную амплитуду. Е в степени минусы, Омега, вот это. Это будет тоже одно правило Д, Д, Омега. Так, Е в степени минусы, Омега Д. Д это сопряжённые, Омега, Е в степени И, Омега. Вот эти штуки должны быть подставлены туда, тогда получится выражение через комплексную амплитуду, с которыми он будет работать. Вот сюда нужно подставить. Давайте это и проделаем. Так, раз мы рассматриваем, давайте проделаем. Вот у нас возникнет тогда вот такое среднее значение. Возникнет, если я вместо этих Е и Д поставлю вот то, что у меня здесь написано. Будет одна четвёртая. Здесь будет среднее, здесь будет Е. Ну вот от Д Омега, я всё напишу. Е от Д Омега, Д, Д, от Д. Так, Д Д, простите. Я должен в производстве взять, да? От Д, тогда вот от этой части первопроизводной, это будет минус и Омега. Давайте я минус и Омега прикрою. Минус и Омега, чтобы не научиться. Тогда здесь, и дальше будет вот это же самое выражение. Так, так что здесь будет Д Омега, опять так. А здесь будет Е в степени минус и 2 Омега Т. Потому что будет две вот таких одинаковых экспоненты. Это от перемножения в Омега. Так, всё-таки тогда напишу. Так, напишу. Одна четвёртая. Среднее значение Е, это Е. Так, на Е в степени минус и Омега Т. Плюс Е в комплексе сопряжённые на Е в степени И Омега Т. Так. Вот эти Е теперь, это вот. Чтобы мне аргументы не писать, я вот так. Теперь, производная от ДД, подожди, я напишу я. Вот здесь минус и Омега. А здесь будет тогда Д Е в степени минус и Омега Т. Дальше. Вот здесь, так. Будет плюсы и Омега. Плюсы и Омега Т в комплексе сопряжённых. Плюсы и Омега. Д в комплексе сопряжённые на Е в степени плюсы и Омега. Вот. Ну и вот это среднее значение по полуцепленной вовле. Так. Ну и теперь еще раз я тогда напишу все-таки. Дальше. 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 Будет минус. Поскольку мы минусы и Омега. Е на Д комплексе сопряжённые. Дальше. Вот здесь. Опять экспоненты сокращаются. И будет последнее слагаемое. Минус. Е на Д комплексе сопряжённые. На Д на Д комплексе сопряжённые. Е в степени и Омега Т. Ну и вот это все должно усредняться по времени. Усреднение по времени. araz периодические боле́та конечно средней по времени нужно по кэрии. Так. Усреднение по времени. Ну а достаточно по периоду. Так вот все долишее. Усреднение ни чего дополнительного нетapp Mex. Так. Усреднение по периоду по времени. По периода об этом будет 1 на Т Обычный средний. единица на t, а период радости для периодических функций частоты омега это важный делённый на омега вот это всё нужно опять не подставить что получится? что получится? во первых можно взять и вычислитель которые можно и не делать а и так ясно что получится потому что вот она периодические функции период стал гораздо лучше а подсредняем по 2 периода периодически получили естественные инруки точно так же вот здесь периодически функции подсредняем по 2 периода так что вот это средний относительный спонент, от времени только они, собственно, не зависят, получится их здесь, а здесь от времени вообще ничего не зависит, получится то, что написано и всё. Так что получится у нас минус реалитра на 4, здесь будет E, комплексно сопряжённый на D, минус E на D, комплексно сопряжённый. Вот что у вас получится после средней. Там ещё Омега на 2b будет. Чего-чего? Омега на 2b. Омега на 2b не будет, потому что вот, обратится всё. Так что всё, больше ничего не будет. Так что получится у вас через вот эти наши комплексные амплитуды выражения. Омега на 3b. Вот так вот. Так как у E получится равна. Минус и Омега на 16b. Так, а здесь будет интеграция. Е комплексно сопряжённая по D омега на D не комплексно сопряжённая по D омега. Минус и Омега на D не комплексно сопряжённая по D не комплексно сопряжённая по D не комплексно. Всё. Упал. 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 Так. Первый кто? Да. Сам. Первый.